Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые прекрасные слушатели подкаста. Итак, сегодня я хочу вам предложить послушать мой прямой эфир, в котором я говорю про деньги, говорю про деньги очень конкретно, прям даю конкретные шаги, как выйти на новый финансовый уровень. Слушайте, смотрите, комментируйте и, соответственно, конечно же, выходите на новый финансовый уровень. И не забывайте, что чем большему количеству людей вы поможете стать богатыми, тем богаче станете вы. Поэтому, пожалуйста, все, кто слушает, обязательно выйдите на новый финансовый уровень. И я напомню, что у меня очень много финансовых вещей, которые я провожу. Финансовый марафон, три шага к богатству, три восьмерки, бесконечное богатство, три восьмерки, бесконечное богатство про моя книга про деньги, мой вебинар «Деньги нового тысячелетия». Я тот самый человек, который прошел этот длинный, мощный, глубокий путь, который связан с регулярным ростом в финансовой сфере. Я продолжаю его идти. Я, конечно же, делюсь всеми своими знаниями. Если вы забыли, то меня зовут Юлия Хадарцева. И вы слушаете подкаст о богатстве, ценности себя и престиже. Итак, полетели. Эфир о том, как выйти на новый финансовый уровень. Добрый день. Меня зовут Юлия Хадарцева. Я психолог, расстановщик, энерготерапевт. Я являюсь специалистом по работе с деньгами. Чтобы далеко не ходить, у меня есть и книжка про деньги, огромное количество марафонов про деньги. Сегодня мы будем говорить про то, как выйти на новый финансовый уровень. Буду делиться с вами своими секретами, буду делиться с вами всем, что я знаю. Понятно, что в первую очередь я расстановщик, энерготерапевт. Мы будем говорить про деньги с точки зрения расстановок, с точки зрения энергии. Поэтому я дам какие-то ключевые вещи. И после этого отвечу на ваши вопросы, которые у вас могут возникнуть. Или которые вы где-то уже написали. Итак, давайте поговорим вообще в базе своей, что же такое деньги. Деньги. В первую очередь деньги – это энергия. И мы должны к этому прийти, привыкнуть. Мы должны четко понимать, что в первую очередь деньги – это наша энергия. И чем больше у нас энергии, тем больше, соответственно, у нас денег. Наша энергия состоит из многих-многих составляющих. В первую очередь из чего состоит энергия денег. Это так или иначе те вещи, которые есть в наших нейронных связях. Что есть в наших нейронных связях, что может блокировать деньги? Это наши личностные, родовые и кармические истории. То есть, например, что значит личностная история? Если вы родились и все детство, а ваши родители, например, говорили, что деньги – это грязь, что деньги – это плохо, что деньги даются тяжелым трудом, что там, не знаю, легко деньги не заработаешь. Если вы в детстве видели, как там, не знаю, маму ограбили на рынке, там, папу, не знаю, там, убили из-за денег, там, по телевизору видели, что из-за денег его-то убили, то у вас так или иначе есть такая, так называемая личностная слепка, личностный уровень слепки, то есть вашей, не сегодняшней жизни, где деньги для вас являются смертью. Идем дальше. То есть, это первый слой. Что есть на втором слое с точки зрения расстановок и с точки зрения энергии денег? На втором слое с точки зрения расстановок и с точки зрения энергии денег, У нас есть история, которая называется родовые травмы. Что значит родовые травмы? Так или иначе, мы с вами состоим, ну, физическое тело и вся наша информационная система. К информационной системе я отношу все нейронные связи, все наши ДНК, все то наше бессознательное. К этой нашей нейронной системе, к этим нашим нейронным связям относится весь информационный поток, который заложен к нам с точки зрения рода. То есть, если вашу прапрабабушку, например, раскулачили, у вас точно так же есть история, что если вы сейчас накопите много денег, вас придут злые дядьки и раскулачат, например, да? Тогда у вас на уровне рода есть травмы, которые не дают вам проходить в деньги. Таким образом, нам очень необходимо регулярно работать с родовыми системами для того, чтобы убирать те истории, которые нам сегодня не дают становиться богатыми. Потому что сознательно я могу ставить себе цели, проходить новые уровни, добиваться успеха, ездить на тренинги, но бессознательно я делаю все, чтобы, не дай бог, у меня не оказалось много денег, потому что придут злые дядьки, и я попаду под раскулачивание, да? Меня убьют, изнасилуют, убьют моих детей и прочие-прочие вещи. Третий слой, на котором мы так или иначе должны смотреть на энергию денег, как ни крути, мы с вами все, и я об этом очень регулярно говорю, на том же марафоне «Три шага к богатству», на марафоне «Бесконечное богатство», в своей книге везде. У нас так или иначе мы состоим из тела, физического, души и личности. И третий слой, на котором у нас есть травмы, это слой, который называется кармический. Есть такое понятие «душа», и многие из вас об этом знают, да, что есть у нас душа, и мы должны четко понимать, что с уровня души у нас тоже есть огромное количество травм. То есть если вы в прошлой жизни были человеком, который, не знаю, был рабом, это такая распространенная история, или, может быть, был слишком великим и успешным, у вас там, вы за деньги дофига работали, у вас в итоге запороли там этими розгами, если вы были рабом, либо вы были, наоборот, слишком успешным каким-то там царем в прошлой жизни или царицей, вас тоже за эти деньги в том числе ненавидели, отравили и прочее. У вас на уровне кармы есть тоже представление о деньгах, что это смерть. Тогда вы приходите в эту жизнь, там, 2021 год, в то время, когда у нас уже никого не убивают, правства нет, когда уже на улицах, там, кошельки не забирают, там, у нас уже никто никого не раскулачивает. Вы приходите в эту жизнь, в это время и понимаете, что так или иначе вам безумно страшно, до трясучки, до нервных состояний страшно становиться богатыми. И тогда мы с личностного уровня боимся становиться богатыми, да, потому что мы видели, как там мама в МММ разорилась, моя мама, например, разорилась в МММ, и я боюсь куда-то вкладывать, я боюсь иметь много денег, потому что, когда происходит разорение, случается нервный приступ. С уровня рода, там, где были мои бабушки, прабабушки, меня раскулачили, меня опять становится очень страшно проходить в деньги, потому что меня там убьют, раскулачат. И с уровня души мне очень страшно в это идти. И тогда я бессознательно делаю всё, чтобы мне не становиться богатой, знаменитой, успешной и прочие-прочие моменты. То есть это тот базис, про который я регулярно уже говорю, но хочется его всё время повторять. Те базовые киты, на которых стоят базовые проблемы финансов. И здесь очень важно это понимать. И тоже я очень люблю говорить о том, что, знаете, можно бесконечно сидеть в этом состоянии, бесконечно долго прорабатывать. Кто-то из известных людей, я не вспомню, кто, кто-то из известных, а этот, блин, Пелевин, Пелевин. Если вы читаете Пелевин, у Пелевина там есть прекрасная, прекраснейшая фраза в одной их книге. Он говорит, можно бесконечно сидеть в жопе и решать там проблемы, а можно просто из неё выйти. Так вот, важно понять, что нам уже не нужно слишком долго ковыряться в роду, в карме, в личностных историях. Нужно просто растождествиться с этими программами. Сейчас я вам дам наше классическое расстановочное упражнение, которое даёт возможность растождествиться. То есть вот что-то я вам дала для личностной части, для ваших мозгов, базовую вещь, почему для вас деньги являются смертью. Я уверена, что вы это чётко понимаете. Теперь мы с вами сделаем маленькое расстановочное первое упражнение, чтобы размяться, где мы уберём эту слепку. Чем больше там людей делают это одновременно, тем быстрее мы эти слепки уберём. То есть давайте мы сейчас с вами поработаем со слепкой «Деньги-смерть». И здесь важно признать, что для многих-многих-многих поколений деньги были смертью. Да даже, знаете, далеко ходить не нужно. Ещё вот совсем недавно, я не помню, как звали этого известного человека, которого на мосту застрелили. Ну, в общем, даже в нашей повседневной реальности ещё 10 лет назад люди стреляли на улице за успешность, за богатство, за успех, за деньги. То есть давайте мы сейчас сделаем расстановочное упражнение. Что такое расстановки? Давайте во двух словах. Расстановки – это когда у нас есть энергетическое поле. Мы в поле можем назначать фигуры и с этими фигурами работать. У нас одна рука ладошками, мы прям этим ладошками назначат. Давайте мы одну ладошку назначим деньгами, другую ладошку назначим смертью. И мы соединим эти ладошки, и нейронно как это выглядит? Что такое нейрон, в принципе? Нейрон – это такой маленький, не знаю, как это представить, как червячок. Вы знаете, когда зубы выдирают, у нас там есть в зубах эти нейроны, нервики такие. Вот этот нервик – это такой наш нейрон. И у нас у каждого есть какое-то количество нейронов, где деньги для нас являются смерть. А нейроны нам передаются через родовые системы и через кармические системы. Так вот, у вас на одном конце нейрона есть деньги, на другом конце нейрона есть смерть. И мы должны чётко понять, что вот эта слепка, она так или иначе у нас есть. И её нужно разлеплять обязательно. Вот. Тогда мы с вами говорим, вот, посмотрите, это деньги, это смерть. Соедините две ладошки, почувствуйте, как они между собой слеплены, как для вас реально деньги являются смертью. И вот все те истории, когда вы там получаете зарплату, срочно к тебе денег избавляетесь. Знаете, как девочки многие говорят, я получила сегодня доход, и сразу-сразу-сразу его куда-то слила. То есть вот здесь важно понимать, что вот эта история, где я хочу побыстрее избавиться от денег, она и сюда же в нейронную систему идёт. Почему? Потому что он кажется, что вас сейчас-то ограбят, убьют и прочие моменты. Деньги, смерть. Почувствуйте, как эти ладошки у вас слеплены между собой. Делаем все вместе, да, когда я делаю с вами, у вас работает поле в том числе. И прям проговариваем. Я признаю связь между деньгами и смертью. Я признаю травматичную природу этой связи в своей жизни, в роду во всех поколениях и во всех моих кармических воплощениях. И сегодня я понимаю, что я могу быть богатой или богатым, бесконечно богатым, и при этом не умереть. Сегодня я понимаю, что деньги и смерть никак не связаны между собой. И прям поймите, что в наше время, там, 2021 год, никто уже за деньги не убивает. И сегодня я разрываю эту связь в своей системе навсегда. И вы раздвигаете ладошки, и в одной, одна рука у вас деньги, другая смерть, и вы смерть отдаёте назад, в рот, в карму, туда, в эту историю, которая была до вас. А деньги вы кладёте в чакру Манипура. Чакра Манипура, это чакра номер 3, она находится вот здесь, где солнечное сплетение, и два пальца выше пупка. Чакра Манипура отвечает за деньги, и глобально деньги живут здесь. Да, деньги, умение достигать успеха, умение двигаться к цели, умение удерживать деньги. Оно живёт вот здесь, вот в животе, в верхнем животе. Да, и вы кладёте деньги сюда, а всю историю рода отдаёте. Делаете вдох носом, выдох ртом. И с этой секунды для вас деньги больше не являются смертью. Вы можете спокойно, я вас поздравляю, спокойно становиться богатыми, успешными, знаменитыми, иметь большие деньги, выходить на новые уровни. Таким образом, мы разлепили эту нейронную слепку, и таким образом, вы бессознательно открыли для себя поток финансов и возможностей. Идём дальше. Давайте, раз мы уже затронули чакру Манипура, третью чакру, немножко поговорим, давайте о ней, об этой чакре, да. Чакра Манипура, она у нас жёлтого цвета. Планеты, третья чакра Манипура, Солнце. И здесь очень важно с энергетической точки зрения. Помните, я в начале эфира сказала, что деньги – это энергия. И здесь важно понимать, что с энергетической точки зрения чакра Манипура отвечает за возможности удерживать деньги. Если представить энергетически человека, ну, то есть, наверняка, вы многие видели картинки энергетические поле, там, на чакрах, то самое большое место в человеке занимает, как раз таки, не помещаю, да, занимает чакра Манипура. И здесь важно понимать, когда вы соединены со своим внутренним солнцем, когда у вас раскачана чакра Манипура, тогда вы можете больше денег удерживать в своем пространстве. Поэтому очень важно чакру Манипура регулярно качать. И здесь я там дам вам лишь механизмы, как это делать, но это ваша тотальная ответственность все время работать с энергетическим центром номер три, который находится у вас в животе. Чакра Манипура, я как уже сказала, это планета Солнца, и вам обязательно нужно, ну, как минимум, посмотреть, где у вас Солнце в астрологии, да, как минимум, поработать с этим. Нужно постоянно взаимодействовать с энергией Солнца, там, медитировать на Солнце, прочие-прочие моменты. Если говорить немножко об астрологии, прям два слова скажу. Например, у меня в астрологии Солнце в шестом доме, и что говорит мое Солнце в шестом доме, что я так для людей, для людей, для людей, для людей, для людей все делаю, да, и тогда мне очень важно научиться держать свою чакру Манипура, потому что для меня это чакра, она отдающая, то есть я такая готова все отдать, например. И здесь очень важно, ну вот мне как человеку, который, почему я много чего знаю про Манипуру, и почему у меня тысячи людей стоят со мной в планке, почему я очень сильна в силе воли, почему я голодаю регулярно, потому что мне реально нужно прорабатывать свою чакру Манипура. Чакра Манипура прорабатывается силой воли, это все упражнения, которые связаны с силой воли, это физически, единственная чакра в нашей чакровой системе, которая качается просто физически, чем круче у вас накачан пресс сверху, это обычное скручивание, это наша планка на богатство. Для тех, кто еще не знает, мы каждое утро стоим в 7 утра в планке на богатство, почему мы это делаем? Потому что в момент, когда мы становимся в планке, у нас чакра Манипура начинает качаться, мы расширяем энергетическое пространство и таким образом мы привлекаем все деньги. Мы стоим эту минуту, 2, 3, 4 минуты, там 5, я сейчас 5-6 минут уже, меняю 5 на 6, потихонечку поднимаюсь выше. Для чего? Для того, чтобы у нас эта чакра начинала работать. Мы энергетически расширяем наше поле, чтобы удерживать большее количество денег. Да, сюда относятся все аскезы, сюда относятся, вот вообще все, что связано с силой воли, там, тренировки, когда вы там 100 раз присели, а вам там тренер говорит, или вы сами себе говорите, сейчас приседу 115 раз, чтобы у меня доход увеличился, и вы тогда это делаете, да? То есть с энергетической точки зрения, там, помимо того, что я расстановщик, я еще энерготерапевт, поэтому я вам даю ключи энергетические. Ваша задача регулярно работать с вашей силой воли и с вашим прессом, качая при этом деньги. Вот, это ключ номер два, да, то есть первый ключ, мы поговорили, это все наши истории, которые были в прошлом, то есть растождествить себя с прошлым, и это не только про нашу настоящую жизнь, про родовую кармическую систему, я вам дала упражнения под это. Следующее, наша задача обязательно энергетически качать энергетическую чакру манипура, это делать просто необходимо, у меня для вас, для этого тоже есть ключи, у меня там целый чат бесплатный, где мы стоим в планке, у меня чат бесплатный, где мы раз в неделю голодаем на свои желания, это тоже все так или иначе качает деньги, потому что вы работаете с внутренней силой воли. Дальше, если мы говорим дальше про деньги, то мы так или иначе будем с вами упираться, пожалуй, знаете, это не третье, это, пожалуй, наверное, самое основное, но почему-то так оно у меня сегодня пошло как третье, это так называемая наша с вами родительская система, и здесь как ни крути, что ни делай, мы так или иначе состоим из наших мамочки и папочки, из наших мамочки и папочки, и то, как мы относимся к нашим родителям, то, как мы относимся к нашим папочке и мамочке напрямую влияют на деньги, и я опять хочу повториться, может быть, для кого-то, для кого-то там сказать снова, вы должны всегда помнить, что те отношения, которые у вас есть с вашими родителями, они напрямую отражаются на вашем кошельке. Почему? Давайте мы здесь немножко остановимся, поговорим подробнее. Наша мама, она у нас отвечает за креативность, она наша вселенная глобально, потому что, когда мы были у мамочки в животе, она для нас была целым миром, и целой вселенной, мы понимали, что мы оттуда можем брать все, и когда мы, наконец, генетически, энергетически соединимся с тем состоянием, когда мы сидели у нашей мамочки в животе, и мы понимали, что мы можем брать оттуда все, что нам необходимо. На секундочку, представьте, как вы сидя у мамы в животе, все, что вам было нужно, все, вам нужен витамин ЧК, В, косточка, не знаю, все, что угодно, вы могли в любой момент получить от мамы. И когда мы в генетическом состоянии четко понимаем, что мы можем от мамы получить все, 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 тогда мы, соответственно, идем в мир и понимаем, что наша вселенная изобильна. И здесь я вам дам тоже ключик. Вы должны очень четко, очень четко понимать. Вы должны очень четко понимать, что наша вселенная изобильна. Я вам сейчас дам ключик. Мы живем с вами в 2021 году. И скажите мне, пожалуйста, что сейчас мы не можем получить? Мы сейчас вот так можем получить все, что угодно. Да, времена наших родителей, бабушек, дедушек, кармических историй там не было такого изобилия. Наша задача почувствовать и понять, что мы реально живем в изобильном мире. Хочется манго? Пожалуйста, заказали, 30 минут привезли. Хочется, я не знаю, мужика? Да, пожалуйста, заказали, там, тиндер открыли, через 30 минут привезли. Хочется женщину? Пожалуйста, заказали, через 30 минут привезли. Мы должны четко понять, что мы сейчас живем в другой реальности, мы живем в изобильной реальности. И это важно с... А... Вот здесь с... Как сказать, вот здесь... Стождествить... Стождествить Соединить, короче, с тем состоянием, когда мы жили в животике у нашей мамочки И самый ключевой момент здесь, это когда вы все-таки поймете, что ваша мама, она самая лучшая для вас Когда вы примете свою маму, когда вы примете ее силу, когда вы примете ее бескрайность Тогда вы сможете выйти на новый финансовый уровень Вы тогда сможете подняться над всем и получить то самое изобилие, тот самый бесконечный ресурс нашего мира Где вы можете брать все, что захотите из этого мира, понимаете? Поэтому, если говорить про родителей, нам необходимо принять маму, принять, что она большая, а я маленькая Принять, что она дает, а я беру И тогда мы выходим на новый финансовый уровень Ну, чтобы принять маму, что она большая, а я маленькая Что она дает, а я беру Нам нужно, наконец-таки, встать ребенком для своей матери А у нас основная с вами ключевая проблема, что мы такие крутые, умные Мы начинаем маму учить жизни, думать, что она какая-то неадекватная Предъявить ей претензию, что она нас херово воспитывала Начинаем ей говорить, что она это сделала не так, то сделала не так Я там уже прошла 100-500 образований, начинаю учить свою маму То есть, что получается, что мама становится маленькой, а я начинаю становиться большой Ну, это особо к теме денег не относится Ну, такая мотивация вам А когда вы становитесь над мамой, вы кем становитесь? Бабушкой своей А когда вы становитесь своей бабушкой, у вас морщины ранилось Учил в этих лапах гусиных, понимаете? Поэтому ключевой фактор для того, чтобы у вас было больше денег Вы были красивыми, изобильными, процветающими Встать на место в системе Расстановки, они про что? Про ваше место в системе И ваше место в системе, мама большая, а я маленькая И когда вы маленькие, вы можете брать у мамы И как следствие брать у мира И тогда финансовый поток, поток энергии, поток силы начинает течь Да? И помните, я в начале своего эфира говорила, что деньги – это энергия И помимо того, что мама нам правильные, здоровые, классические, качественные отношения с матерью Они нам помимо того, что дают возможность жить в изобильном мире Брать из мира все, что мы захотим Создавать креативность Они нам дают еще возможность очень мощной энергии Очень мощнейшей энергии Потому что без энергии матери нам двигаться некуда Мы как, знаете, без крыла одного левого Мы сейчас про маму говорим, это про левое крыло Поэтому отношения с мамой – это первостепенно для того, чтобы выйти на новый финансовый уровень Чтобы подключить энергию и чтобы лететь со своим мощным, сильным крылом Идем дальше Второй родитель – это папа Отношения с папой Я вообще обычно всегда говорю, что в первую очередь отношения с папой влияют на деньги И это правда Почему? Сейчас поудобнее сяду Почему отношения с папой в первую очередь влияют на деньги? Потому что если мамочка наша внутренняя отвечает за расширение, креативность, идеи, возможности в мире Это когда я могу идти в мир, и весь мир для меня, да, так как я сидела у мамочки в животе То папа по внутреннему состоянию Это в базе своей Я люблю через это проходить и объяснять вам наш внутренний сперматозоид Что делал сперматозоид, вспоминайте Сперматозоид из 10 миллиардов бежал, достигал, получал результат, получал цель То есть он-то через 10 миллиардов бежал вперед, получал результат Получал цель И все становилось очень правильно То есть папа по своей сути Камера на мою, у меня тут видно, да? То есть папа по своей сути являлся на самом деле победителем, первым, успешным, достигающим цели А вот эти все ваши истории, я их слышу десятками тысяч, поверьте, на всех моих марафонах Вы ко мне приходите на расстановках, десятки тысяч, мне кажется, уже миллионы Люди мне говорят, у меня не было папы, у меня не было мамы Вы поймите, если бы у вас не было папы, вас бы сегодня не было Потому что, как ни крути, в момент, когда вы появились на свет Матка, это мама, которая у нас бескрайняя, имеющая бескрайние возможности, изобилие Ваша генетическая и правильная И ваш папа, как сперматозоид, который победил 10 миллиардов, который добился своей цели Который получил невероятный результат, и вы являетесь результатом вашего отца и мамы Он бежал и соединился, поэтому, как ни крути, вас не аист принес Не в капусте вас нашли, а что, папочка с мамочкой соединились, я не видела Папочка с мамочкой соединились, поэтому папа точно был, мама точно была И когда вы, вот я надеюсь, что сейчас на этом эфире вы сможете это вложить в свою нейронную систему Когда вы в своей нейронной системе опуститесь, в момент оплодотворения Вы примете в себе самого сильного, мощного папа-победителя Самую мощную, бескрайнюю, изобильную маму Тогда вы проходите на новый финансовый уровень Почему? Потому что в этом, в этой генетической слепке, где вы появлялись на свет, что произошло? В этот момент спустилась душа, то есть Бог, и вы пришли на землю То есть нейронно-генетически у вас есть запись, где вы успешные, процветающие, добивающиеся цели Имеющие все возможности вселенной и имеющие душу как миссию предназначения, понимаете? И это самый главный ключик для того, чтобы выйти в новый финансовый уровень Для того, чтобы подняться на новый виток Для того, чтобы сделать серьезный скачок в своих финансах, понимаете? И вам это важно очень понимать И когда вы убираете вот это вот опять Пелевина-Пелевина, как это сказал или кто Опять Пелевина процитирую Можно бесконечно ковыряться в жопе Разбираться с родовыми травами С тем, как меня обижала мама Что на ней была папа Что он меня бил Что он пил Что там у нас еще? Я этих историй, поверьте, слышу тысячи Какие все херовные Какие все ужасные А можно просто убрать эту всю историю И зайти в момент своего появления на этом свете Первого вдоха Или там первого биения сердца Потому что в момент, когда спускается душа, сперманозоль соединяется с яйцеклеткой Сердечко начинает биться И тогда вы понимаете, что у меня есть моя изобильная вселенная Где я могу взять все У меня есть внутренний ген победителя Где я могу добиться любой цели И все Вот они ваши новые деньги Вот он ваш новый уровень У меня завтра вебинар Вебинар Деньги нового тысячелетия Я там буду Ну, об этом тоже немножко буду говорить Большую частью буду говорить Как в новом тысячелетии с деньгами поступать Да, потому что сейчас вибрации другие Мы сейчас вышли на новый уровень четвертого измерения Начали говорить про любовь Вот это у меня будет вебинар про это Но глобально, вот если говорить про азбуку Как понимать деньги То оно сюда Немножко еще про папу хочу сказать И принимая своего внутреннего отца Как самого сильного, самого смелого Как победителя Мы встраиваем в себя ген Что я могу добиться любой цели Почему? Потому что ваш папа добился любой цели Несмотря на 10 миллиардов конкурентов Понимаете? Все Такая цель вы себе не поставили Вы понимаете Во мне есть внутренний отец С которым я добьюсь любых целей Вот И принятие ваших родителей Я с вами не буду об этом долго говорить У меня для этого опять же есть марафон папа-мама У меня для этого есть марафон родителей Где мы очень глубоко работаем с темой мамы, папы и родителей Потому что мы так или иначе сюда упираемся Но очень важно понимать Что здоровые отношения с родителями Это ваше прямое попадание в сферу успеха, процветания, благополучия Ну и там же у нас идут и мужско-женские отношения И умение заявлять о себе в социуме И прочее, прочее, прочее То есть наша задача с вами идти в мир с этими двумя крыльями И лайфхаки по папе такие же Папа большой, я маленькая Папа дает, а я беру Да? И я готова выходить на новый уровень И здесь тоже это очень-очень-очень важно понимать Так, едем дальше Я сказала вам три вещи Помним, мы убираем родовые кармические личностные травмы Мы с вами качаем чакру к денежному манипуру Чтобы выдерживать энергетически Третье Мы с вами работаем с нашими родителями Потому что родители, они напрямую влияют на деньги Следующее С чем мы должны еще здесь с вами поработать? Обязательно мы должны говорить о нашем физическом теле И как ни крути, энергетическая система Если возвращаться к нашей базе Чем больше у нас энергии, тем больше у нас денег Наше энергетическое тело напрямую связано с физическим То есть условно, если вы съели, сожрали Я не знаю, там, три литра водки И закусили это все майонезным салатом Или ведь, то скорее всего Вашему физическому телу будет хреново И энергетическому пространству тоже Наша энергетическая система напрямую связана С нашим физическим телом Поэтому для того, чтобы вам быть богатыми Успешными, знаменитыми И прочие-прочие-прочие моменты Ваша задача обязательно работать С вашим здоровьем, с вашим физическим телом То есть, я сюда опять же отношу То есть, знаете как? Чем более правильно вы питаетесь Тем больше вы ходите на спор Чем больше свежего воздуха вы потребляете Тем больше у вас энергии И как следствие, тем больше у вас денег Понимаете? Вот это такая, знаете, ключевая форма денежная Чем больше у вас энергии, тем больше у вас денег А у вас энергии, тем больше, чем более здоровая Чем больше у вас, тем более А ваше тело, тем... А ваша энергетическая система Тем более здоровая, чем а ваша энергетическая система тем более здоровая чем больше вы соответственно здоровая с физической точки зрения это просто вспоминайте новогодний праздник когда вы съели ели всю ночь пили всю ночи что там вы еще делали всю ночь я не знаю бой курантов а утром встать не можете 1 января у вас просто физическое тело встать не может понятно что энергетическое тело встать не может когда вы мне говорите что в еде энергия вспомните новый год какая там энергия если бы съели слона и закусили это все свинкой то наверное если бы в еде была энергия вы бы утром просто летали и вспоминайте тех кто со мной раз в неделю голодает у меня огромное количество людей после голодного дня вы встаете вылетаете почему потому что чем меньше есть и больше энергии как ни странно и здесь тоже очень важно с физическим телом и чистить организм и правильно питаться и прочее прочее это тоже на самом деле про деньги и про выходы на новые финансовые уровни что здесь еще важно если мы говорим про деньги хочется же таки такую эту тему затронуть обязательно это мужско-женские отношения и энергообмен между мужчин и женщин потому что как ни крути тот партнер с которым вы находите напрямую влияет на ваши деньги и я сегодня в stories своих тоже записала знаете история про питон и там отозвалось на тренинге тоже у себя вскрыла эта история про питона когда девушка сейчас говорю про мужско-женский да например когда девушка держала питона дома и кормила его поила там спала с ним еще делала а потом какой-то момент перестал есть кушал этих хомячков крыс кушал кошечек собачек и тут какой-то момент и тут перестает есть и она там все уже распереживалась уже покупать самых лучших крысок и живых и там лягушек и ночью нам покупала и разпереживался наш так любил этого питона не прожил два года и она прям не знает что делать и спит с ним и холит его и лелеет отогревает и питона не ест и не ест и не ест чуть не ел он там этот месяц она уже не знает что делать привезла его к этим докторам по питонам не знаю как они называются а ей доктор говорит дорогая девушка питон хочет сожрать вас поэтому он сейчас освобожает место в своем животе чтобы вас сожрать и вот знаете мужско-женские отношения они очень часто про то когда партнер может быть вампиром который вас просто жрет и тогда опять же возвращаясь к началу моего сегодняшнего эфира мы должны четко помнить что деньги это всегда энергия и бывает такое что приходит партнер ваше пространство и просто жрет вашу энергию там у него бизнес растет что-то у него еще хериз нас растет и прочие прочие моменты на самом деле это просто тот самый питон который жрет вас ну в случае с питоном он хотел целиком девушку сожрать часто бывает в обычной жизни нас там наш партнер просто потихонечку ездит для того чтобы самому становиться сильнее и как бы это страшно не звучало но действительно так и поэтому те ваши партнерские отношения которые вы имеете они напрямую влияют на ваши деньги почему потому что понятно что если это партнер то скорее всего вы занимаетесь сексом а сексуальная энергия у женщины вообще сексуальная энергия самая мощная энергия если мы там это не тема сегодняшнего эфира но с точки зрения сексуальности с точки зрения второй чакры конечно женщина так или иначе является батарейкой земли женщина так или иначе является тем самым зарядом земли которая сублимирует свою энергию переводит ее в денежную в том числе передавая мужчине чтобы он ее переводил денежную энергию здесь конечно очень важно смотреть про наших партнеров про наши там беспорядочные половые связи и прочие прочие моменты здесь тоже должна бы такая очень серьезная ответственность если мы говорим про партнерские отношения то обязательно важно понимать там рядом питом все-таки или партнер на равность которым ты обмениваешься энергией с которым вы создаете что-то большее потому что это тоже влияет на деньги иногда избавившись не избавившись партнера девушка потом сделала с питом и может на его избавилась но у брака по партнерам своей жизни иногда женщина реально может быть новые финансовый уровень и мужчина может вытянуть на это уровень потому что женщины тоже часто бывают вампирюгами которые пользуются энергии мужчин в том числе да здесь не нужно делить на мужчин и женщин просто женщины чаще у нас так генетически заведено что мы чаще работаем с лужанками обслуга и готова отдать все ради того чтобы мужчина был с нами поэтому обязательно посмотрите на ваши мужско-женские отношения потому что проработав мужско-женские отношения мы часто можем выйти на новый финансовый уровень убрав питонов из своей жизни и продолжают тему которая так или иначе связана с нашим окружением хочется очень сказать про в принципе наше окружение не только про наших партнеров потому что энергетически нас едят не только через секс нас энергетически едят принципе энергетической точки зрения и всей истории которые сейчас про людей говорю все люди которые на нас вам перед все люди которые забирают нашу энергию когда вы знаете уsela думаете в одном этом же человеке на другом человеке над этим человека насл jeune paradigmen ком-то подумали все энергия к нему пошла энергия к нему пошла энергия к нему пошла все-все-все-все А если же бывать эти вот прям 3 баки жертвенные люди вампиры прям приходят ваша хорошо они приложиву жрут, 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 жрут. И моя любимая метафора, я очень ее люблю, да, это ванна, в которую вы набираете воду, вы можете качать эту энергию бесконечно, ходить в Хадарцевой на марафоны, слушать Юлию Хадарцевой эфир, делать медитации, голодать, стоять в планке, соединяться с Солнцем, прорабатывать свою астрологию, хреновую кучу еще, вы можете бесконечно в эту ванну запустить 10 тысяч кранов, но если у вас дырка открыта, то в ванну вода никогда не наберется, поэтому очень важно для того, чтобы у вас были деньги, для того, чтобы у вас была энергия для зарабатывания денег и для реализации своей миссии в этом пространстве, ваша задача обязательно заткнуть эту дыру в ванной, чтобы она туда не утекала, понимаете, это, ну, прям такая первостепенная история, а для этого, как минимум, нужно избавиться от вампирю в своей жизни, а это бывает очень тяжело иногда, это бывает невыносимо тяжело, но опять же, это такие решения, которые нужно принимать, и нужно убирать неработающие проекты, если мы говорим про бизнес, и вот там свой пример приведу, я с начала года, там прошло два месяца, сейчас два проекта своих закрыла, которые реально меня вампирили, да, там вот кто был в моем клубе, может быть, вы знаете, я закрыла свой клуб сейчас, именно потому что я туда отдавала намного больше, то есть меня там вампирил, и сейчас я закрыла свой канал, у меня был метафорический канал, канал метафорических карт, тоже самое, и да, мне было это больно, я плакала даже там, ну, прям тяжело, но я понимала, что это моя дыра в моей ванной, если мы говорим про бизнес, который я должна вытащить, да, и это прям очень важно понимать, и принимать такие тяжелые решения. Что у нас еще вампирили, что у нас еще забирает энергию, это всякая, знаете, я бы это назвала отжившим перепроизводством, тоже сегодня в сторис опубликовала, да, это когда вы уже давно живете в 21 веке, есть телевизор и плазма, а вы все еще смотрите черно-белый, не цветной, с лампами, это вот все отжившее, и сюда у нас относятся и барахло, вещи, эти личики и трусы застиранные, и эти кружки надколоты, знаете, эти обои потрепанные, и вот всякая херня, которая уже перестала быть новотехнологичной, скажем так, это когда вы идете, открываете шкаф с барахлом своим, и выкидываете эти юбки-платья, которые в 3 года не носили, нафиг, и у вас приходит новая энергия для новых финансов, понимаете, новые финансы для новых платьев, и тогда вы открываете свой шкаф с лифчиками и говорите, блин, если я эти лифчики ношу более двух лет на помойку, вообще, если честно, если вы больше года носите лифчики, ну, это русский вид, мужчина меня смотрит, если ваша жена носит, или ваша женщина носит лифчик больше двух лет, я бы жену вместе с лифчиками брала, ну, либо выкинул бы себе лифчики, пошел бы купил ей лифчики в Агенте-Провокаторе, понимаете, это ко всему относится, там, к этим записным книжкам, эти, как я недавно тут, знаете, книжки достаю, книжки, у меня книжек, я же еще читательница и что-то, я понимаю, эти книжки устарели, там информация, поймите, в книжках уже информация, блин, прошлого века, 1990 год, какого хрена их читать, мир скачнул, скакнул уже на другой уровень, книжки все нафиг, понимаете? И у нас в доме очень часто лежат эти залежи, какой-то хероты, которая просто сосет энергию, вы поймите, все, что находится в вашем доме, оно уже так или иначе энергетически с вами связано, вот он лежит, сосет, 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 вы утром просыпаетесь, вот легли спать, вроде наполненные, эфир, ходары как посмотрели, утром просыпаетесь, вы встать не можете, почему? Потому что вот эти книжки эти сосут, эти одежды, которые вы не носите сосут, эти трусы, блин, четырехлетней давности сосут, понимаете? Нахер, встали утром, даже не утром, вот сейчас перед сном, ночью вас ничего не жрало, выкинули это барахло не нужное, эти книжки не нужные, эти фотографии, эти украшения от бывших мужиков, блин, пошли далее куда-нибудь, понимаете? И вот это важно тоже делать, потому что вот это все, что лежит, оно все равно забирает вашу энергию, и вы не можете выйти на новый финансовый уровень, понимаете, да? Я хочу разглагольствовать тут так, такая разумничалась, я вам так скажу, я человек, я немножко про себя расскажу, давайте, а то и все, про вас, доброва. Я человек, который родился реально в очень бедной семье, кстати, у всех, у кого солнце в шестом доме, Марина, подтверди, у всех, у кого солнце в шестом доме, они обычно рождаются в очень бедной семье, в беднейшей семье, Я не исключение, я реально работаю в очень бедной семье, реально бедная, и даже там есть информация про меня. И я то, что сегодня имею, я реально работала с этим, я реально знаю это не понаслышке. Я знаю не понаслышке, как выходить на новый уровень, как делать серьезные скачки финансов. Понятно, что у меня еще есть куда расти, я над этим регулярно работаю, потому что каждое утро становлюсь в планку, я регулярно голодаю, я покупаю себе более дорогие вещи, я делаю регулярно ремонт в доме. И вот все, что я вам говорю, я это все делаю. Я изучаю эти законы денег, я добавляюсь в амперюк в своем пространстве, я все это делаю регулярно. Но я сегодня вам могу сказать, что я прошла такой очень сложный, длительный, серьезный, трансформационный путь с точки зрения денег. Я не человек, который там просто мыслит вот этими какими-то штуками, я человек-практик, и я реально делюсь тем, что я в том числе и делала. И если, опять же, говорить про деньги, у меня там много разных высших образований, у меня есть базовое экономическое образование, я работала в крупных корпорациях, очень много я работала в банке. Я не понаслышке знаю, что такое деньги, как они работают, что такое большие деньги, как ими управлять, потому что я долго работала в банке. Да, я там потом увольнялась и была в принципе в состоянии, когда я только начинала свой бизнес. И когда меня сейчас спрашивают, я говорю, какими ты работаешь, я расстановщиками, говорят, ну понятно, это твое хобби, а чем ты зарабатываешь? Да, этим и зарабатываем. Да, я тот самый человек, который благодаря расстановкам в том числе может себе это все позволить, потому что моя любимая деятельность, я сейчас просто потихоньку перехожу к следующему пункту, потому что моя любимая деятельность, моя миссия, мое предназначение позволяет мне иметь многое, чего мне хочется. И следующий пункт, о котором я очень хочу поговорить про деньги, это, конечно, наша миссия, предназначение. Завтра на вебинаре буду тоже об этом много говорить, потому что самое главное, чтобы у вас были деньги и энергия, ну, наверное, первостепенная энергия, а потом деньги. Самое главное, это, конечно, ваша миссия и предназначение, потому что когда вы попадаете в вашу миссию и ваше предназначение, вы можете двигаться вперед, добиваться всего и жить в своем кайфе, понимаете? А когда вы в кайфе, тогда деньги сами по себе приходят, потому что уровень энергии достаточно высокий. Вот, такие дела. Что вам еще сказать? Давайте вопросы. Есть вопросы? Есть вопросы? Вопросы, вопросы. Давайте, если у вас нет вопросов, у меня вот здесь есть вопрос. Давайте на вопросы поотвечаю. Как только поставила намерение, я хочу денег, начала болеть правая нога папа. Когда вы ставите намерение, например, да, если, говоря, отвечать на вопрос, когда вы ставите намерение, я хочу денег, понятно, что у вас, в первую очередь, что включается? Когда мы хотим денег, это для нас что? Для нас это цель, и мы хотим добиться той или иной цели, да? То есть, по большому счету, это уже выставление цели. Помните, я говорила сегодня на эфире, что любая поставленная цель, мы включаем внутреннего мужчину, внутреннего папу, внутренний сперматозоид, который, как мне кажется, мой папа, ну, то есть, в конкретном случае, да, мне кажется, что мой папа недостаточно хорош, недостаточно силен, не может добиться. Понятно, что мне начинает болеть правая нога. Правая нога очень часто еще и говорит о том, что это не только про папу, но еще и про род. То есть, в роду, может быть, по папиной линии были какие-то истории с раскулачиванием или с чем-то еще. То есть, здесь важно в это посмотреть. Но мы сегодня в начале этого эфира растождествились с вами, да, разделили это, поэтому, как бы, можно сказать, что мы вот эту родовую кармическую травму убрали. Но глобально вы должны четко понимать, когда вы ставите цель, вам нужно четко понимать, папа со мной. А я, вы знаете, опять же, ну, кто меня знает, вы знаете, у меня куча травм касаемо папы. И здесь важно понимать момент, когда я поняла, что папа всегда со мной, а у меня папа осетин. И я понимаю, я цель поставила, папа за правым плечом, и тут весь мой кавказский род с кинжалами, с кинжалами на конях. И они со мной, какую бы цель я ни поставила, я смогу добиться. Если я не добьюсь, то моя осетинская братья мне поможет. У меня там борцы, блин, князья, амнезья и прочее. Я знаю, что весь род, он всегда со мной, и он мне в этом поможет. Да? Вопросы есть еще у нас? Другие вопросы дайте. Так, как убийцы и самоубийцы в роду влияют на деньги рода? Как убийцы и самоубийцы в роду влияют на деньги рода? Давайте отвечу на этот вопрос. Вообще, любая смерть, которую мы не принимаем, так или иначе как-то влияет. Вопрос, почему люди, убийцы и самоубийцы покончили с собой. Если это было на базе денег, это опять мы попадаем в тему смерть. И деньги смерть, и опять попадаем в начало эфира, где мы делали разлепку. То есть, кто не посмотрел начало эфира, мы делали разлепку. Деньги смерть, деньги отдельно, смерть отдельно отдаем. Если говорить глобально про родовые системы, то все истории, на которых есть сильный заряд эмоционально-энергетический, они так или иначе подсасывают нашу энергию. И вообще, в принципе, убийцы и самоубийцы, они влияют на наше внутреннее состояние, потому что там был очень высокий заряд энергии. Да? Вот мой пример, я вот тоже часто очень привожу на эфирах, когда моя мама потеряла там 5 миллионов в МММ. Сколько ты там потеряла хрена, я уже не помню. Короче, моя мама потеряла большую сумму в МММ. Маме было очень плохо, у нее был сильный энергетический заряд. Я маленькая, я это увидела. И взяла эту травму на себя, понимаете? И тогда я в ее же возрасте потеряла там большую сумму денег в двух разных компаниях. У меня в течение двух, одной недели две компании обанкротились, понимаете? Почему? Потому что я с мамой разделила эту травму. Когда у вас в роду есть самоубийцы или убийцы, или самоубийцы, там есть очень мощный энергетический заряд, который может, скорее всего, отражаться на вас. Не обязательно на деньгах, нужно просто смотреть, с чем это связано. И когда вы приходите, например, ко мне на расстановке, мы ставим, это может влазить, мы можем смотреть, что там было, да? Какая почва, как это влияет на вашу жизнь. Но я всегда вам люблю говорить, когда у вас ничего не болит, лечить не нужно. Если нога здорова, не надо ее лечить. То есть самоубийцы и убийцы, они могут из рода, они могут выйти на разных абсолютно темах. Вы можете прийти там на расстановку, почему у меня, не знаю, лицо в прыщах. Вы можете прийти на расстановку, почему, не знаю, бизнес свой открыть не могу. Вы можете прийти на расстановку, почему у меня, не знаю, подчиненные хреново работают. А эти самоубийцы и убийцы выйдут, понимаете? Вот, поэтому здесь не нужно это четко привязывать к деньгам, потому что надо смотреть специфику. Но вот, например, у меня дедушка, это папин папа, он умер на работе. Почему? Потому что у него было семеро детей, семеро. И ему было дофига работать, чтобы их прокормить. И для меня тогда, получается, внутри меня была тема, я с ней тоже работала, когда, ну, дети смерть, работа смерть и деньги смерть, понимаете? Вот три следки, которые были завязаны на моего дедушку. Но я это все вытащила в разных историях. Сначала я это вытащила в историю «не хочу замуж и детей». И тогда я смотрю, блин, мой, ну, там, у меня дедушка умер на работе, потому что ему надо было семь детей прокормить. Я думаю, я не хочу замуж и детей. А бабушка моя вообще умерла, моя папина мама умерла, когда папа урожала. Тогда я тем более не хочу замуж и детей, потому что если я сейчас буду замуж и забеременею, я сразу умру, как моя бабушка, понимаете? С одной стороны. С другой стороны, я вытащила тему с этим, дедушкой, когда я убивалась на этих бизнес-работах. С третьей стороны, я вытащила дедушку, когда я работала с расстановками. Поэтому разная история из рода, она может фонить по разным темам. Самое главное, чтобы вы приходили с каким-то запросом. Потому что один запрос, вы должны четко понять, что вы хотите, замуж, детей, деньги или прочее. Поэтому вот эти ваши убийцы и самоубийцы в роду, они реально могут, ну, отражаться по разным аспектам вашей жизни. И опять же, если мы здоровы, лечить ничего не надо, мы лечим, когда у нас есть запрос. С запросом мы приходим и делаем расстановку и достаем ту или иную проблему. Часто бывает такое, что в расстановке там еще тянется куча всего, потому что ваши родственники обычно очень ждут, что их увидят. Но, как правило, так. Влияют ли кредиты и долги папы на мое финансовое положение? Если ты в них включена, то да, сильно, если ты заморачиваешься. Если ты растождествляешься, вы знаете, я сейчас вам ключик дам, прям очень классный. И вот опять же, Пелевина, я это опять процитирую. Можно бесконечно сядь в жопе и ковыряться с этого, можно просто выйти из нее. То есть у нас, конечно же, есть такое внутреннее состояние, мы в этом ковыряемся. Глобально, да, влияют. Почему? Потому что в вас есть нейроны вашего папы. Да, то есть вообще, в принципе, наш род на нас влияет, и мама, папа на нас влияет. Но вы можете бесконечно в этом сидеть, а можете взять и растождествиться. Но самое главное это увидеть. И растождествиться, где мы можем. В расстановке, в четком понимании, где мы, да, и прочее, прочее. Поэтому задача просто растождествиться с этим и идти дальше. Вот и все. Поэтому, ну, как минимум, вот если мы знаем, что у папы были долги, кредиты и прочее, мы говорим, папочка, у тебя своя. Вот прямо сейчас представьте своего папу и скажите, папа, у тебя своя судьба, а у меня своя, я тебе ничем не могу помочь. Как вот в моем случае с мамой, которая прогорела на МММ, я повторила ее судьбу, но я вот здесь, в этой точке, говорю, мамочка, у тебя своя судьба, у меня своя, и мне больше свою судьбу повторять необязательно. Я растождествляюсь с маминой судьбой, и тогда мне не нужно прогорать так же, как мама в МММ. И тем более это не нужно передавать моему ребенку, потому что что тут происходит? Мама прогорела в МММ, я в стрессе, в истерике прогорела в МММ, мой ребенок это увидел, и с ним случилась такая же история, потому что он в лояльность к маме взял то же самое. А я здесь это могу остановить, растождествившись с мамой. Понятно, да? Ну и вообще давайте про кредиты и долги немножко скажу. Кредиты и долги – это нехватка вашей собственной энергии, кредиты и долги – это в 99% случаев мама, мама или папа. Да, почему? Потому что нам не хватает собственной энергии, нам не хватает энергии и денег в том числе, и мы кредиты и долги берем маму. Особенно, когда мы берем это на квартиру. Знаете почему? Потому что квартира для нас – это мамина матка, и когда мы берем ипотеки, мы просто покупаем себе мамину матку. Вот и все. Алло, маму, проработайте, вам тогда никакие ипотеки не будут нужны. У вас деньги так придут, понимаете? Потому что квартира для вас – это что? Уютненько, тепло, как у мамочки в животике. Поэтому все ваши ипотечные квартиры, маму, проработайте. Марафон «Папа, мама, вам помощь!» Я, правда, не знаю, куда он у меня стартует. Эти комментарии отключены, поэтому, короче, понимаете, да, что говорю? Вот и все. А вы боялись. Дальше смотрю вопросы. Я тоже работаю много и зарабатываю не столько, сколько хочу. С чем это связано? Я ответила сегодня уже на этот вопрос, мой любимый. Я уже вам все дала. Все ключики получены, а осталась задача только… Кстати, вот еще классная тема про ключики получены. Вы поймите, вы когда ждете, когда прилетит вдруг волшебник в колбом вертолете и бесплатно покажет кино, вы что, в детской позиции мечтаете, что кто-то придет и вам что-то даст. А детям деньги на что? На мороженка. Поэтому, когда вы перестанете мечтать, что прилетит вдруг волшебник, что-то вам там принесет, у вас денег станет больше, потому что у взрослых людей свои заводы, пароходы и дачи, а у маленьких деток в лучшем случае игрушки лего. И то не всегда. А так фантики от жвачек ловысь. Ловысь. Еще есть такие интересные жвачки ловысь. Понимаете? Вот и все. Поэтому, знаете, что? Ответственность возьмите. Я вам даже вот сейчас на этом эфире… Сколько он тут идет у меня? 49 минут. Очень интересно и круто. Очень красиво. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. В общем, что я хочу сказать? Это вы даже вот на этом эфире, который идет 49 минут, уже получили кучу ключиков. Кучу ключиков. Возьмите, начните что-то делать. Это моя любимая фраза. Вы можете бесконечно на ютубе смотреть, как приседают, блин, в ворд-классе. И думать, что наша попа должна стать круглой. А можете начать приседать. Поэтому начните приседать, а я попа круглой станет. И Хадарцева может бесконечно говорить, знаете, в чем мой успех? Знаете, в чем мой успех? Вот это я не устану говорить. Энергии много, я с тренинга вернулась, я тут сфонтанирую. Знаете, в чем мой успех, Юли Хадарцевой? В том, что я встаю и делаю, встаю и делаю, встаю и делаю. Мне сказали медитировать, я медитирую. Сказали пранаяму дышать, я дышу. Сказали голодать, я голодаю, понимаете? А если я буду сидеть и мечтать, и надеяться, что прилетит вдруг волшебник в голубом вернолете, ни хера, волшебник-то прилетит и может быть что-то даст. Но я буду настолько ленивой, что я даже ни хера не возьму, понимаете? Поэтому для того, чтобы у вас были бабки, поднимайтесь и делайте. А тут мы упираемся опять в кого? В папу. Потому что папа бежал и достигал. А я вам скажу, у 99% нашего населения травма с папой. Потому что у наших родителей травма с папой, потому что там война. У нас травма с папой, потому что там была херовая молодость. Почему? Потому что там мужиков дрюкали всем на марафон папа-мама. Папа-мама – ключевой марафон быть обязательно. И марафон родителей. Ну и, конечно, как всегда, по традиции, я вам 5 марта... Маша, 5 марта... Маша, мне напишет. Я сегодня... Короче, я даже не знаю, куда мне напишут. В общем, по-моему, 5 марта, если я не ошибаюсь, у нас стартует марафон «Три шага к богатству». Да, да, да. У нас 5 марта стартует марафон «Три шага к богатству». Мы там тоже говорим про деньги. Всем, кто сегодня на эфире, он в подарок. Напишите, мы вам вышлем доступ к этому марафону. Мы дадим промо-код для всех, кто сегодня на эфире. Мы его даем в подарок. В общем, марафон «Три шага к богатству» мой, получайте в подарок. Ну, марфон папа-мама вам не подарю, даже скидку не дам, потому что чем больше вы заплатили денег, кстати, вот это тоже хорошая тема, ваша любимая. Вы же все тут многие в помогающих профессиях, не знаете, как о себе заявить и прочее, прочее. Знаете, ваши клиенты получат больше результата, когда они заплатят. Чем больше клиент заплатил, тем больше у него результат. Поэтому марфон папа-мама никаких скидок не дам, но очень позову, потому что реально отношения с родителями, с отношениями с родителями начинается вообще все. Отношения между мужчиной и женщиной, короче, все, отношения с руководителем, потому что ваша начальница на вашей работе – это ваша мама, ваш коллега на вашей работе – это ваш брат или сестра, ваш начальник – это ваш папа, ваша компания, в которой вы работаете – это ваша мама. Понимаете, все, 100% в вашей жизни всегда упирается в маму и папу, в ваших родителей. Два марафона у меня есть, один малюсенький, он стоит там сколько-то, 500 рублей, что ли, я не знаю, сколько он стоит. Ну, короче, очень дешевый мы его сделали, он двухдневный, очень дешевый, он там стоит меньше тысячи точно, как чашка кофе. Второй марафон папа-мама, он очень глубокий, семидневный, мощнейший марафон, всем на нем быть обязательно. Это ваш вообще воздух, это ключевая позиция, понятно? Даже скидки не дам сегодня, сегодня не дам скидки. Сегодня я вам только всем дарю марафон «Три шага к богатству» в подарок. В течение 24 часов после окончания эфира будет действовать эта скидка. Так, идем дальше, давайте вопросы еще. Вопросы здесь есть? Вопросы? Ну-ка, я смотрю, что здесь вопрос, посмотрю. Вопросы, вопросы. Асфиксия при рождении может влиять на то, как я проявляюсь в жизни? Асфиксия при рождении. Да, асфиксия при рождении. Смотрите, есть ли у меня асфиксия при рождении? Это нарушение первой чакры. Первая чакра, что это такое? Мы рождаемся для того, чтобы жить. То есть, скорее всего, вообще все трудности рождения, когда вам было тяжело рождаться, это вам, видите, вы повинены вокруг шеи, асфиксия и прочее. Это у вас нарушение первой чакры, чакры жизни. Если я не хочу жить, я вот, понятно, не хочу денег, не хочу богатства, вообще ничего не хочу, жить не хочу. Поэтому здесь очень важно работать. У нас сейчас идет чакровый марафон. В него уже, наверное, поздно вписаться. Ну, что можно. Если хочешь, вписывайся в марафон чакры, вы у нас сейчас третья чакра. Сегодня получили дополнительные задания на два дня двоечницы, которые плохо выполняли задания по третьей чакре. Мы там прорабатываем все чакры. Первая чакра жизни. Вы поймите, вот если про деньги, про первую чакру. Если у вас в первой чакре нет энергии, а первая чакра, она энергия кундалини, она выглядит как змея, вот она. Видите? Если нет энергии в первой чакре, вы вообще никуда не поднимете. Потому что у нас в первой чакре начинает качаться энергия. Здесь очень важно качать первую чакру, это обязательно. И любые травмы при рождении, они травмируют первую чакру. Марафон чакровая перезагрузка будет аж в ноябре следующий. Но если сильно захотеть, можно вписаться в который сейчас идет. Только если вы нагоните группу. Сейчас я два дня дополнительные им дала. Вот. Вообще, да. Ну и соответственно, это влияет на деньги. Если ты жить не хочешь, в каких деньгах может идти речь? Это как пирамида маслоу, да? Не закрыв первостепенные потребности, мы не можем идти дальше. Поэтому как минимум надо жить захотеть. И опять мы туда упираемся. Папа, мама, жизнь и прочее. Давайте вопросики еще свои. Валентина, вот Валентина, ты у меня везде. Везде. А если кредит был взят на бизнес, и сейчас уже долго его не плачу. Бизнес проиграл. Конечно, проиграл. Почему? Потому что когда вы берете кредит на бизнес, вы опять берете не свою энергию. Я из Юлии Хадарцевой категорически против открывать бизнес на кредитные деньги. Категорически против. Там, скорее всего, будет жопа. Ну, понятно почему. Потому что у вас там собственной энергии не хватает. Вы говорите, у меня не хватает собственной энергии, мама, приди, помоги мне. А кредит это не мама. Идите маму, папу качните, у вас будет до хрена энергии, вы тогда сможете бизнес двигать вперед. Понимаете? Любой кредит это мама, папа. Любой кредит это мама, папа. Любой кредит это мама, папа. Понимаете? Запомните это. Любой кредит это мама, папа. Любой кредит это мама. Я буду так бесконечно говорить. Да что такое? Не могу. Смотрите, у меня все прыгает. Едем дальше. Вопросы. Так, вопросы. Ах, как хорошо пишут мне. Вы супер. Супер. Ах. Спасибо, я супер. Да. Едем дальше. Благодарю. Это вы у меня супер. Вы знаете, как я отвечаю. Хочу марафон «Три шага богатства». Да, пишите, пишите, все, кто хочет марафон «Три шага богатства», мы вам вышлем ссылки бесплатные. Я жду свою книгу, которую написали вы про день. Как название сегодняшнего эфира? Да, сегодня вот у меня есть книжка тоже, да. Завтра у меня очень важный вебинар «Деньги нового тысячелетия». Я буду говорить завтра два с половиной часа с вами о том, как с деньгами в новом пространстве. Сейчас реально тема денег поменялась. Мы больше стали получать денег из изобилия, богатства, процветания, из миссии, из любви. Да, и сейчас немножко поменялись тенденции денежные. То есть это такой вебинар для тех, кто уже там базовые вещи, все про деньги знают. Это такой вебинар нового уровня. Я просто не могу молчать. Много информации приходит. Да, едем дальше. Давайте еще несколько вопросов отвечу. Начала делать планку, занялась спортом наконец-то. Почему-то деньги разлетелись еще быстрее на всякие нужды. Так, я же тебе сегодня сказала. Сегодня же я на эфире сказала. Вы очень часто избавляетесь от денег. Почему? Потому что вам кажется, что вас придут, раскулачат, убьют. Понимаете? Никто уже не раскулачит, никто уже не убьет. Поэтому прекращайте бояться. И все, идем дальше. То есть мы сегодня деньги со смертью разделили. Главное, что они приходят. Понимаете? До какого поколения можно искать затыки? До какого поколения? До бесконечного поколения. Вы – это ваше информационное поле. И здесь бесконечное количество различных вариантов. Бесконечное. Там, где есть мощные, сильные заряды, которые остались в роду. То есть, допустим, там, я не знаю, там детей кто-то ел, например. Такие страшные истории. Там языки вырезали. Я знаю, что у меня на эфире была тема. Там, я не знаю, у меня бабушка вот умерла, когда папу рожала. Да до любого поколения. Так мало того, что поколение. Там еще карма. Там можно ковыряться бесконечно. Но я говорю, такой ключик, вот завтра тоже буду говорить об этом на вебинаре про деньги. Можно просто выйти из этого. Можно сидеть в жопе и разбираться, а можно просто выйти. И здесь нужны ключики. Вы уже сами творите свой мир, сами творите свою вселенную. Как относитесь к накоплениям в банке? Вообще, вот хороший вопрос. Как относитесь к накоплениям в банке? Я вам так скажу. Деньги должны работать. У меня больших накоплений в банке нет. Я предпочитаю купить себе новую машину, новое платье, поехать сделать крутое обучение. Вы поймите, важную вещь. Самое главное, это ваша сегодняшняя жизнь. Ваша сегодняшняя жизнь. И нафига вы копите? Нафига вы копите? Вы опять что-то боитесь? Я к накоплениям в банке отношусь не очень хорошо. Ну, там у меня есть накопление, потому что я сейчас накоплю и квартиру куплю. Я там машину куплю. Я пойду на крутое обучение. Почему? Потому что что бы ни произошло. Коронавирус, хироновирус, папирус, шмирус, тампирус. Херня какая-нибудь. Я знаю, что я смогу провести расстановки, что у меня достаточно компетенции. Не знаю, там, короче, понимаете, да? И когда я вкладываю деньги в себя, а не в банк, я получу больше результатов. Вот и все. Поэтому к накоплениям в банке я отношусь таким образом. Либо вы накапливаете, чтобы что-то себе побольше купить. Вот квартирку, например, да? Там на 175 миллионов. Надо 75 миллионов накопить. А вот это вот накопить на черный день, я к этому отношусь не очень. Потому что, знаете, черный день это что? Война наступит. Вчера было 23 февраля. Говорят, наденут фуражки или там хирашки. Какие фуражки? Сейчас, если война случится, люди, ну вы, блин, поймите. Ядерную бомбу, одна страна скинет, все, уничтожится мир. Ну, хера вам деньги. Ну, глобально, понимаете? Поэтому я к накоплениям отношусь таким образом. Ваша жизнь, она вам дана для удовольствия, для развития, для кайфа. И для этого вам деньги тоже даны. Поэтому развивайтесь, получайте удовольствие, получайте кайф. Ну, как она... Знаете, я вот недавно машину поменял чуть-чуть выше класса. Ну, какой кайф лезет на новой машинке? Она пахнет новеньким. Я поняла, что я вообще хочу регулярно новой машины. У нее запах другой, понимаете? А вы все держите деньги в банке, держите. А инфляция сожрет их. Инфляция сожрет их. Какой-нибудь дефолт, херов и прочее. Возьмите свои накопления. Поезжайте в мир, посмотрите. Возьмите свои накопления. Пойдите, как-нибудь образование классное получите. Выйдите на новый уровень. Сидите на этих деньгах. Как этот крот из этого. Из дюймовочки. Ну, это мое отношение к этому. Я к этому отношусь так. И я, ну, против глобальных накоплений. Вот у меня тоже были эти накопления. Попала в травмированную мамину историю. Херак, нету денег. Вот и все. Ответила? Давайте еще вопросики. Давайте. А, параша, ты еще? Здравствуй, Юлечка. Как не ораюсь выйти на заработок. Выше 35-30 тысяч не получается. Как быть? Служить Юлю Ходарцеву. Вот сегодня я эфир про это провела. Есть там, значит, какая-то травма. Там что-то есть страшное. Наверное, может, кого-то реально за деньги убили. Надо наковырять. Вот сегодня растождествилось. Может, что-то и рванет. Ну, то есть, работать, 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 работать с этим. То есть, каждый раз мы пробиваем потолок какими-то мощными вещами. На расстановку приходи, чего. Работайте над этим. Понимаете, как говорят, Москва не сразу строится. Понятно, что это очень тяжело. Ну, нам важно это делать. Любимые мои, вы просто на секунду представьте. Наши родители, они вообще по талонам хлеб покупали. Вы просто на секунду представьте, какой серьезный рвок сделан в мире за последнее время. Конечно, нам тяжело адаптироваться под это. И нам поэтому надо все время работать, работать, работать. Понимаете? Хотела кушать, пока я придумала. Понимаете, да? Поэтому работайте. Что я вам скажу? Работай, продолжай. Книжку мою читай, расстановки делай. У меня бесплатные подкасты. Слушай, ну, нет, дофига всего про деньги, да? Я вообще сама про деньги. Завтра на вебинар приходи деньги нового тысячелетия. Как в наше время с ними быть, да? Все. Да, все. Да, все. Так. Почему я скривитесь, трачу на шмотки и на косметику? Почему я трачу деньги на шмотки? Потому что ты себя удовлетворяешь. Молодец. Я за то, чтобы себя удовлетворять. А, или что там написала? Так. Дальше. Что такое третья и четвертая мерность? В четвертом деньги проще приходят. Что такое третья и четвертая мерность? Давайте, это моя любимая тема, я очень ее люблю, я сейчас вся в ней. Смотрите, мир развивался, вам видно? Мир развивался. У нас была первая чакра, которая находится в самом низу. Подождите, вам не до конца видно, вот так лучше. Вот. У нас была первая чакра, и мир развивался по первой чакре. Первая чакра отвечает за выживаемость, за базовую выживаемость. И мир находился в этом уровне. Первая чакра. Это было там первое измерение. Потом мы перешли на вторую чакру. Глобальный мир, история эволюции, я вам сейчас рассказываю. Потом мы перешли на вторую чакру, она у нас в матке, в принципе, находится. Но она отвечает за наслаждение, удовольствие и кайф. Если вы вспомните по эволюции, там было много секса, много вина, много мяса, вот этого всего. То есть мир владелся, размножался, все занимались сексом и прочее, прочее. Потом, где жили наши родители, мы перешли на третью чакру. Чакра отвечающая за границы, за деньги, за дома, квартиры и прочее. Мы населялись, квартиры покупали и прочее. Сейчас время, когда мы переходим из третьей чакры в четвертую чакру, чакру любви, понимаете? Четвертая чакра – это чакра любви. И вот это сейчас вся история, надо любить весь мир и прочее. Но мы-то родились в третьей чакре, где нам надо накопить, отложить, банки оставить, понимаете? И наша глобальная задача, вот сейчас, 21 декабря 2020 года, мы реально все вышли, сделали серьезный рывок в эту четвертую чакру, вот сюда, в любовь. И нам, конечно, очень сложно. У нас, с одной стороны, надо дом купить, квартиру дальше и накопить деньги, потому что мы в третьей подзависли. А с другой стороны, надо людей любить. И вот это вот деньги, нового тысячелетия, четвертое измерение – это про то, когда сейчас, если ты реально выйдешь в это состояние любви, в это состояние открытости, в это состояние зеленого потока, вот у меня горит зеленая свеча, чакровая свеча у меня даже есть, зеленая свеча горит. Если мы выйдем в это состояние любви, благодарности, тотальной любви, тотальной благодарности, еще раз говорю, тотальная любовь и благодарность – это не когда вам на голову срут, у вас говно течет по лицу, а я принятие, нет, это духовность, куда вы отлетели, это не то. Тотальная любовь и благодарность, когда вам, что бы ни сказали, вы принимаете, понимаете? Почему? Потому что у вас низы простроены, потому что у вас первая, вторая чакра, третья простроены, понимаете? И вот четвёртое измерение – это вот про вот это, когда вы реально можете пребывать в любви, в любви к миру, в понимании, что вы сами создали этот мир, в понимании кайфа, всего, что происходит в наслаждении, понимаете, да? Вот четвёртое измерение – это про любовь. И сейчас реально выживут те, станут богатыми те, станут известными, знаменитыми те, которые смогут сюда подняться. Это непростой путь. Я вам скажу по себе, я прям даже скриплю. Я реально скриплю конкретно. Мне прям тяжко. Я прорабатываю себя так, вы даже не представляете, насколько. Мне очень тяжело туда идти. И вообще миру тяжело туда идти, потому что мы вот ещё там, ещё в прошлом году, ещё два месяца назад мы жили в третьем измерении, понимаете? И вот четвёртое измерение – это про это. Ответила? Если не ответила, то задайте вопрос. После расстановок начались сильные чистка тела. Слились деньги на паузе. Ощущение, что освобождаю место. Правильно делаешь? Молодец! Яна, молодец! Яна, молодец! Яна, у меня прошло много-много расстановок. Ну, много. На двух выездных была. В апреле, кстати, выездной. Местных заказчиков не достались, только места на заместителей. В субботу, кстати, расстановки в Москве. Приходите, всех жду. В субботу расстановки в Москве. Я тоже местных заказчиков не знаю, есть на заместителей. Всех жду. Приходите. Как почитать далёких предков, чтобы поток энергии был постоянным? Улья, 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 вопрос. Поклонок счастлив. Поэтому, чтобы почитать предков, любите, цените, уважайте себя и организуйтесь на самую счастливую судьбу, когда ваши предки будут счастливы. Потому что они прожили целой жизни для того, чтобы родились вы и стали самыми богатыми, счастливыми и изобильными. Понятно? Вот и все. А вот это вот птичек кормить, 100-500 поклонов делать не нужно. Сделайте все, чтобы вам было хорошо. Да? Я такая. И слушайте, все, кто хочет что-то написать, напишите в директ. Каковы у меня шансы? Так, поехали дальше. До 30 лет была на отчестве и фамилию отчима. Сейчас фамилия мужа. Менять отчество? Конечно. Отчим это не ваш отец. Вам нужен настоящий генетический отец. Сперматозоид это ваш генетический папа. Ваш отчим не имеет к вашему сперматозоиду внутреннему никакого отношения. Поэтому фамилия папы, отчество папы. Деньги на новом уровне. Актриса почему? Приходят проекты с высокой ставкой. В последний момент срывают ее. Приходят с низкой. Я актриса. Смотри, страшно. Страшно большие деньги. Наверняка. Вообще актрисами просто так не остановятся. Я тоже скоро, наверное, актрисой стану. Актрисами просто так не остановятся. Наверняка у тебя в родовой кармической системе есть очень творческие личности. Это очень творческие люди. Поэтому, скорее всего, там есть страх величия. Надо убрать величие и смерть. То есть, когда мы боимся идти в свое величие, становиться известными, мы делаем все, чтобы нас, не до бог, не взяли на крутые роли, да. На расстановку приходим. Вот мне пишут, что я очень красивая. Не могу пропустить такой комментарий. Пишут, что я очень красивая. Поехали дальше. Юля, а вебинар завтра в какое время? Вечернее. Я точно не знаю. Вечернее. Я календарь смотрю утром. У меня календарь живет без меня. Я иногда говорю, что я на свою команду работаю. У меня вообще команда, конечно, меня в хвост и в гриву. Ну, то есть, у меня команда идеальная. Команда, я вас люблю. Ну, не всегда, конечно, идеальная. Я иногда ругаюсь, но они там все пишут мне. Они там сами все в календаре укладывают. Я утром просыпаюсь, смотрю свой календарь. В общем, это я иногда на них работаю, они на меня, поэтому... Ну, вечернее точно время. Либо в шесть, либо в семь, наверное. Прикольно. Так, давайте еще вопросы. Добрый вечер. О, мужчина спрашивает. Добрый вечер. Может ли болеть позвоночник из-за родовых травм? Много лет печет. Да, может. Почему? Особенно, если это копчик. Копчик особенно, потому что тут первая чакра. Да, что-то не так тянули. Может быть. Но, скорее всего, позвоночник это же тоже опора. Это родовая система. Что-то там есть, Дим. Приходи на расстановку. Нету мест на эти выходные. У нас следующие... На эти выходные нету местных заказчиков. 16 марта будут расстановки. Приходите в Москве. Ну, либо на выездной в апреле. Тоже там, только на заместительные места. Почему отсутствуют люди вокруг, единомышленники, партнеры, друзья оффлайн? Почему отсутствуют единомышленники, партнеры, друзья оффлайн? Братья и сестры, что с ними? Нерожденные братья и сестры надо посмотреть. Нерожденные братья и сестры надо посмотреть. Если я их не принимаю, они что же у тебя отсутствуют? Вот. И, наверное, конфликты с рожденными братьями и сестрами. И конфликты... Сейчас смотрю. Подожди. Мне кажется, еще конфликты с одноклассниками в детстве. Травмы. Конфликты с одноклассниками в детстве. Есть травмы прям серьезные. Надо проработать. Ну, это из поля. Даю информацию просто. Про братья все-таки рассказала из системы и про этих... Немного, наверное, надо... Так, давайте еще парочку вопросов и все. Еще парочку вопросов и все. Почему отсутствуют люди... Инна, ты что тут заполонила своими... Какую избавиться от эмоциональной зависимости в отношении с мужчиной, особенно виртуально? Ну, вампир, кто у тебя что? Это твой питон. Вот как я сегодня про питона говорила. Питончик твой. В чем твоя выгода его кормить? Значит, делаем следующее. Упражнение из моего тренинга, на котором я была. Прям садимся. Давайте, все подумайте о своей проблеме. У вас же есть у всех проблема. Все подумайте о своей проблеме. И вот представьте, как она у вас тут кружочком висит над вами. Теперь скажите следующее. Я не являюсь моими мыслями. Ты не твои мысли. И представьте, как этот кружочек у тебя далеко уходит. А представьте, здесь другую мысль. У меня появляется новый партнер. Который я физически вместе. А эта мысль приходит. И теперь каждый раз, когда у тебя приходят мысли о этом партнере, ее убираешь, а эту притягиваешь. То есть на это место ставишь другую мысль. То есть наш, вот как телефон мобильный, он всегда наполнен программами. Также наш мозг. Ваша задача одну программу убрать, другую поставить. Все. Но если отвечать на этот вопрос с точки зрения расстановщика, там наверняка есть какие-то кармические родовые истории. Наверняка мы с ним были в каких-нибудь кармических отношениях. А когда мы попадаем с партнерами в кармические отношения, там жопка такая, что хрен вытащишь. Я просто имею такой опыт. Там уже одно кармическое отношение, второе, 38-ое, 500-ое. Ты вытаскиваешь, вытаскиваешь, вытаскиваешь. И тогда реально надо на уровне ментала дотягивать. Вот прям на уровне ментала. Ментала это головы дотягивать. Потому что если реально попадается кармический партнер, это просто тяжело. Но главное, чтобы ты понимала, что там тебя просто жрут. Потому что когда в кармических отношениях там просто пожирают вас так, это покруче, как будто там не один питон, а 385 питонов. Понимаете, одновременно у вас жрут. Поэтому отдавайте себе отчеты на уровне ментала. Посмотрите, у нас огромное количество бессознательного, но мы можем полировать это все менталом. То есть убирать нахрен его из своего пространства. Девочка ответила, я надеюсь. Конечно, не про деньги, но все равно. Как правильно выйти из голода, поделись просто своими опытами. Правильно из голода выходить салат, морковка, капуста. Правильно из голода выходить ягодное смузи из ягод и кислых ягод. Я очень люблю, даже никогда не из голода, я очень люблю по утрам. У меня черные смородины, ежевика, малина. Такие ягоды прям с водой разведенные. Я выхожу так. Ну, зеленое яблоко, например. Это мои выходы из голода. Короче, все, закончили. 5 марта. Все, заканчиваю. Болтовну. Надеюсь, вам было полезно. Любимые, 5 марта вы все получаете марафон «Пришага к богатству в подарок». Завтра я вас жду на вебинаре. Это там новый цикл вебинаров. Сейчас раз в месяц, каждую последнюю пятницу месяц я буду проводить разные вебинары. Завтра у нас вебинар «Деньги нового тысячелетия». Следующий месяц, как последняя пятница в марте, вебинар «Женщина нового тысячелетия. Как женщине быть в новом тысячелетии» важный вебинар. Я его сама жду очень, потому что нам сейчас действительно женщинам в новом тысячелетии тяжело. Потому что раньше мы были посудомойками, стиралками и хер знает кем. А сейчас уже и посудомойки, и стиралки есть. Наш задач сейчас, конечно, идти в миссию, в предназначение, любить себя. Это очень важно. Вот. В общем, жду вас на этом вебинаре. Ну и вообще жду вас в своем пространстве. С вами была Юлия Хадарцева. Всего вам самого лучшего. Вот. Такие дела. Сейчас я, знаете, что давайте сделаю? Сейчас я включу комментарии и посмотрю, что вы мне тут пишете. Ну-ка. Давайте, закидайте меня сами комментарии. Давайте мне любовь. Я решила комментарии включить. Чуть-чуть вашей любви. Я впервые, у меня такой опыт проведения, у меня впервые опыт проведения эфира без комментариев. Ну, мне понравилось. Прикольно. Ну, что, дайте любовь. Накидайте мне любви. Дайте любви. Дайте любви. О, хорошо. Мужчины любовь шлют. Ладно, давайте еще пару вопросов. За вашу любовь сейчас пару вопросов еще посмотрю. Как вам, прикольно, как вам вообще, когда у меня комментарии отключены, плохо или нормально? Сменила фамилию и отчество на родные так. Сказала маме, начали болеть женские органы. А теперь надо с мамой проработать. Когда болят женские органы, у меня какая-то тема с мамой. Мама – это моя женственность. Маша, ты мне что-нибудь написала? Это, конечно, прикольно, когда я не вижу комментарии, я же не вижу, что мне команда пишет. Ничего не написала. Девочки, пришлите мне вообще расписание. Моя команда, пришлите мне расписание вообще наших марафонов. Я даже не знаю. Ой, мои хорошие. Что делать, если тянет на родину отца? Съездить. Дом, сторис постоянно нам мешают и тормозят строительство. Почему боишься собственный дом иметь? Почему вы не ответили на вопросик? Какой? Сменила фамилию и отчество на родные. Сказала маме, мама начала болеть. Любые проблемы по женской линии – это травмированные отношения с женской частью. То есть непринятие своей женственности. Туда смотреть. Оглохло правое ухо. Юля, что не хочу слышать? Мужика своего не хочешь слышать. Хочу обеспеченного мужчину. Это тебе, папа, надо проработать. Хочу обеспеченного мужчину и сразу хочу проработать. Я вам так скажу. Когда вы научитесь на партнера смотреть без всяких этих оболочек и ожиданий, когда вы наконец-таки встретите настоящую любовь. Уберите гребаные об эти ожидания и оболочки. Уберите. Понимаете? Вы когда научитесь видеть в партнере глубину, когда вы научитесь идти в его глаза, в него вовнутрь, вам будет без разницы, сколько он зарабатывает, как он выглядит и прочее, тогда вы найдете истинную любовь. Пока вам надо бабки, красота, ботинки, машинки, это к папе. Понимаете? К папе. Научитесь видеть... Научитесь видеть...